23 депутата, кворум есть. Основным пунктом повестки заседания Совета депутатов стал вопрос об оценке деятельности главы Алексея Спасского и администрации Ленинского городского округа по результатам работы за 2022 год. Сам отчет об итогах социально-экономического развития муниципалитетов в прошлом году и задачах на текущий был заблаговременно предоставлен народным избранникам. Для меня отчет всегда был не то, что похвалиться то, что мы сделали, потому что и открывали какие-то объекты, и разрезали ленточки с участием в том числе Совета депутатов в тех территориях, которые закреплены за вами в ваших избирательных округах. Но это всегда тот мостик, который вынуждает говорить о том, что сделать не успели, о том, что сделать предстоит. В зоне особого внимания руководство муниципалитета, социальная политика, экономика, здравоохранение, образование, культура – во всех сферах есть движение вперед. Отдельной строкой стоит тема транспортной доступности и строительства дорог. Есть вопросы, касающиеся, условно говоря, более локальной, как то, например, съезд с Володарского шоссе, который мы все-таки к 15-17 мая ждем с завершением и возможностью открытия. Есть полностью наши муниципальные истории, это железнодорожный мост над железнодорожной станцией в Расторгуево, который тоже к 1 августа, может быть, к середине августа планируем открыть. В ходе заседания депутаты могли задать вопросы главе округа, и большинство из них касалось школ и детских садов. Несмотря на отличную динамику строительства образовательных учреждений, тема эта острая, и руководство муниципалитета постоянно в поиске новых решений. Алексей Спаский рассказал об одном из них. У нас приобретено здание для управления образованием, которое в настоящее время ремонтируется, это на ПЛК, если представляете. Они переедут туда в этом году. Стоматология переедет там, где находился центр занятости. Это позволит им, во-первых, увеличить где-то раза в полтора, может быть, даже в 1,6 площади, те, на которых они сидят. А вот из этих двух зданий, которые расположены на школьной, опять-таки, за счет средств инвестора, это ФСК будет финансировать этот проект, со строительством перехода между двумя этими корпусами тоже будет сделан полноценный детский садик. Деятельность главы и администрации округа депутаты признали удовлетворительной. В ближайшее время отчет будет опубликован на сайте администрации муниципалитета. Екатерина Коваренко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.